всем привет сразу говорю спасибо вам за то что смотрите эти ролики за то что пишите комментарии за то что мы с вами общаемся и много много нового узнаем о наших любимых рок группах а также о фанке о джазе о панке и обо всем и о разном еще там всяком что прилагается прилагается наше мироощущение ну ладно сразу хочу напомнить вам о том что на канале существуют плейлисты если вы хотите увидеть как какой-то альбом то посмотрите сначала в плейлисты там уже очень много чего есть и вполне вероятно что ваш любимый альбом уже показан и рассказан и обсужден и и осужден и вознесен и и и так далее так что плейлисты вперед изучаем если нужно конечно если интересно ну а я вспомнил вдруг что три альбома группы cream я уже показывал а четвертый не показывал вот показываю goodbye cream видно тогда хорошо вышла классинка в 1969 году он записано в 1968 и конечно вспоминаю русскую поговорку хорошего понемножку и она абсолютно не соответствует действительно есть другая поговорка хорошо но мало действительно мало 4 альбома всего в группы но память о ней осталось в веках ну насчет веков не знаю но во всяком случае это бластинка записано больше чем 50 лет назад можно сказать что в веках осталось память потому что в прошлом веке все случилось больше 50 лет назад обалдеть и вот мы слушаем эту музыку и хоть бы что понимаете вот сколько прошло лет 50 с лишним это человек родился и умер уже за за это время ну кто-то да там а мы все слушаем эту музыку хотя мы слушаем еще и не такой ну но это настолько здорово настолько актуально бой как я не люблю это слово но иногда его можно употребить что подтверждает мою теорию о том что у музыки нет возраста не я один такой умный в общем любой музыкант любой композитор скажет то же самое какой возраст у музыки баха того моцарта и у всех остальных до наших любимых композиторов у джона леннона и так далее 68 год пластинка должна была бы быть двойной такой же как уилса фая один альбом студийный другой альбом концертный но не хватило песен на двойной альбом откуда взяться песни мысли музыканты бесконечно друг с другом дрались до крови ненавидели друг друга ругались и рукоприклассным занимались куда там песни писать только отыграли тур и ну драться сразу побили друг другу морды и следующий тур поехали то есть тут уже не не до творчества но хотя вот на ложке такие веселенькие все да все как будто бы хорошо но в общем 68 году уже на грани распада была группа не то чтобы на грани а уже фактически просто уже уже совсем все трещало но играть то хотелось все равно получалось то здорово поэтому продолжали играть продолжили даже студийную запись слава богу жалко что не много песен студийных здесь баджи дуэндет скрапьярт финг и вот bring down то есть на двойной альбом уже никак не начинуть и концертные песни которых тоже на двойной альбом не хватило но при этом то чего не хватило на двойной альбом вышло потом и мы все это услышали им все глэд политишины с этими top of the world три песни концертные студийные песни были записаны в лондоне 68 году и эти три песни они написаны всеми участниками группы крим по очереди баджи написано клэптоном и харрисоном который здесь обозначил обозначен как анджела мистериоза ритм гитара хотя там и не ритм гитара там с солирующая гитара в бриджиках есть и написали эту песню они вместе то есть авторские права я не помню харрисон как-то получал за эту песню деньги или не получал скорее всего получал харрисон деньги любил очень сильно и я думаю что конечно получал но тем не менее в кредитах он написан под псевдонимом обозначен точнее слово баджи тоже название песни тоже принадлежит харрисону это искаженное слово бридж когда харрисон записывал песню слова и гармонии написал бридж между припевом и куплетом на гитарный проход а клэптон посмотрел с другой стороны сверху и не понял что там написано что за баджи потом как говорят исследователи творчества группы крим пришел пьяный ринго стар захохотал и сказал что баджи это круто круто и харрисон сказал песня называется баджи песня очень хорошая и харрисона там слышно прекрасно и его этот самый бридж который он играет он играет почти то же самое и в битлз на альбоме берут там очень очень похожие ходы есть дуэн дэд скрепьяр пинг песня джека брюса очень странная очень веселая очень шизофреническая абсолютно но в духе джека брюса который мог все абсолютно с джазовым образованием с классическим образованием человек его безладовая бас-гитара это просто восторг слушать как он и использует все очень здорово и в бадже играют кстати говоря и феликс попал арди на фортепиано и мелатроне и джек блюз а джек блюз играет на клавишных вот в дуэн дэд скрепят thing и феликс попал арди на мелатроне там играет там такая насыщенная палитра и если бы группа крем не распалась то неизвестно какую музыку бы мы слушали в студийных их работах я подозреваю что ну если вспомнить студийной пластинки джека блюса там совсем уже не блюз рок там уже такая джазово фьюжен балладно роковая взрывная смесь обязательно поговорим о пластинках джека блюса сольных про одну я уже что-то несколько слов сказал но пойдем еще дальше и потрясающая песня вата вата bring down которую написал джинджер бейкер к удивлению ему ему и она на этом альбоме самая наверное музыкально яркая самая какая-то такая самая серьезная гармония сложная из пета поет и джек блюз и сам бейкер и так там много музыки всего всего там наворочено прямо прямо настоящее удивление я бейкеры не ожидал никогда но как когда впервые услышат альбом ничего себе бейкер как как на навалял как какое полотно просто такое шикарное замечательно ну а что касается концертных номеров сначала были записаны как я уже сказал студийные песни вот эти три штучки в лондоне и группа отправилась в америку в тур из этого американского тура и набрали остальные песни для этого альбома i'm so glad politician sitting on the top of the world ну что я могу сказать я могу сказать одно что во первых это наверное лучшие концертные записи группы крим мы слышали с вами много да мы слышали вилса фая концертный диск слушаем вот это и здесь конечно посерьезней как-то не сыграли не посерьезней а ну как то с таким качеством уже сплошные импровизации конечно как они любили они поется до часть основная часть песня потом идет импровизация там на 10 минут на 8 минут и так убедительно это все сыграно ревущий бас джека брюса с перегрузом который играет бесконечные солирующие партии басу никакого аккомпанемента в жизни никогда не было он играет свою игру свое слово но при этом не разрушая всю структуру джинджер бейкер понятно тоже никакого аккомпанемента никакой сетки все время бесконечные том и двойная бочка то есть две бочки до железа все и все это все это не то есть чистый джаз на самом деле чистый джаз просто бас и барабаны играют джаз а эрик клептон играет блюз сверху поверх этого джаза да и здесь эрик клептон опровергает свою свой псевдоним который ему был присвоен но сначала везде писали на силах клептон бог да а потом стали называть его slow hand эрик slow hand клептон медленная рука потому что он медленно вдумчиво играл свои замечательные песни о которых мы поговорим попозже потому что сольные пластинки клептона они тоже очень хороши но здесь никакого slow hand даже близко нет здесь какой-то такой скоростной бешеный гитарист то ли там руи галахер то ли кто-то еще просто по скорости я имею ввиду не по манере не по построению музыкальных фраз так так просто с такой яростью с таким играет упоением клептон во всех песнях абсолютно то так подумаешь вроде а вроде не клептон разве клептон играл так быстро когда-нибудь и так так безумно ну собственно говоря играл и у джона майло он достаточно быстро правда немножко немножко параллельно с scream хотя чуть пораньше но большое удивление вызывает его игра на этой пластинке так что всем любителям скоростного гитарного блюза всем любителям почти авангардного джаза который играется здесь бейкером и брюсом и всем любителям группы крим и пение джека брюса они умудряются как-то да они умудряются как-то вот клептон когда он семь минут играет вот это невероятно быстрое соло скоростное причем играет ладно одноголосые партия потом играет интервалами аккордами в правой руке бешеный вот этот драйв такое ощущение что парень час истечет потом и уже не вдохнуть не выдохнуть не сможет а потом вот раз и он начинает петь как-то петь попадая в ноты двухголосе с джеком брюсом и петь достаточно спокойно не яростно не задыхаясь с одной стороны вы становитесь не вопя и вот как на сколько сил хватает вот молодость вот эта молодость что дает у меня даже тоже так получается иногда потому что молодость прошел музыки нет возраста как я уже и говорил но к сожалению пластинка недлинная и к сожалению пластинка последняя потому что потом все пошли уже по своим делам и слава богу пошли по делам не пошли просто бухать куда-то продолжали заниматься музыкой очень успешно очень плодотворно штамп используя но с очень хорошей отдачей потому что просто очень хорошая была музыка что касается концертных записей группы крим я дойду до двух пластинок концертных которые вышли одна по моему в семидесятом году 2 что там всеми сторон по моему где-то вот и там собраны концертные записи крим которые не опубликованы не на will so fire не здесь и они тоже в общем достаточно сильны потому что там такой довольно поздний период уже как раз крима когда группа разошлась вовсю не разошлась в разные стороны а разошлась в плане исполнительском это полный конечно кайф вот что я еще могу сказать концертные номера записывал эдриан барбер в америке а эдриан барбер это парень из ливерпуля который занимался самым музыкант тоже но он занимался больше изготовлением усилителей и комбиков а также настройкой оборудования в клубах в различных и эдриан барбер это именно тот человек который записал концертные выступления группы битлз давным давно в стародавние времена в самые и эти записи сделаны барбером использованы где-то на то ли не помню в общем где-то они в каком-то виде они выходили вот и здесь же это самый барбер записывал крим живьем в америке в общем ну вот собственно говоря в двух словах в трех словах рассказал про это замечательное альбом альбом замечательный он не хуже предыдущих трех а где-то в чем-то даже и лучше если говорить о концертных версиях то здесь они более убедительны чем на вилса фая вилса фая тоже хорош я не буду ничего ругать мне очень нравится но здесь вот я говорю что вот это безумная игра клептона она меня просто срубила я просто не ожидал и в этой связи я пошел пить поболтал теперь пойдут пить все до новых встреч пока а концертные кримы нас ждут еще впереди пока пока а